И он послал Господу, за него народ заступается, что хороший этот сотник, синагогу им сделал. Но когда стал приближаться, он посылает вторых. Ко мне в дом можешь не приходить, Господи, только слово скажи и выздорове слуга. И Господь и пошел, остановился, я даже представляю, как это было, и ученики стоит, как же так, пригласил, почти дошел, и вдруг снова делегация, и сам не пришел, почитал себя недостойным. Да никогда такого, где он этому научился, вопрос-то стоит. Прям более иностранец, иностранный офицер, постепенно он потерял веру в своих отцов, привестился к евреям, как Ахиор, считаемый в Иудифе. И он теперь любим еврейским народом, когда народ всегда ненавидит оккупантов, и как-то в сторону, куда отошел, его стараются прирезать, прибить. Здесь все перевернулось. Почему? Бог Иегова стал его защитником, отцом, и он сродился с еврейским народом, и он стал во главе верующих. Вещь неслыханная. И они ходатаются о нем. И он не допускает Господа к себе, посылает старых. У меня слуги есть, он как офицер, посылал дофонские мысли. Я же командую, и ты командую, что у тебя посыльные смерти, болезни. Я скажу, туда, иди. Ну, сержант, куда он денется, побежит. От капитана, сотни. И ты, Господи, и ты тоже капитан. И только скажи, болезнь сразу и выйдет. Вот это вера. Я вижу, как Господь обвел взглядом учеников своих. Они не знают, что это такое. Он говорит, даже в Израиле не нашел. Так это же в Израиле. Нет, это Рим. Как же ты мог выйти? А вот это было болезненно им слышать. Дальше ничего не говорится, но я знаю, что их это сильно защемило. Ну, понятно, что мы в чем-то и выступаем им. Они более сильные обехтования, у них более мощное оружие, тактика. У них такая тактика, свиньей называлась идти, они побеждали. Везде старались сделать длинную меч, шашка, а у них наоборот, короткий, но очень тяжелый меч. И они до совершенства доводили, как строчить машинку, с такой скоростью бить мечом и разрубать щит. Главное ему было вплотную кинуться, пробиться. А тогда копье длинное, он уже не может не ударить нищего. Он тогда рубит и рубит бесконечно щит, пробит и падает все перед ним. А вот таким образом он завоевал своих ходатаях. Прошло время, и они увидели, что он исполнитель той роли, а исполнитель воли Божией наказывал Господь их. У них теперь что-то с сознанием сделали с этими евреями-то. И вот здесь они, видимо, даже и не обиделись на Христа. Хотя у евангелиста Луки, считаем, когда Господь пришел в синагогу, ему подали книгу, из закона прочитал пророка Исаия, говорит, лето богоприятное, исполнилось. Господь говорит, все, и глаза всех с любовью смотрели на Господа. Он говорит, это исполнилось сегодня. А потом Христос задал вопрос, скажите, вот во времена пророка Елисея прокаженных много было, да их всегда хватало. А почему только иностранец один исцелился, не Еман? Вы не знаете? Так что он лучше? Я не говорю, но вы сами понимаете. Почему благодать только к одному была дана? Так, и во времена пророка Ильи так же. Голодали все. Но почему он к язычнице пошел? Вот штука-то какая. И они, говорят, с яростью схватили его и хотели убить Христа. Потому что к евреям, евреям заповедь была к язычникам не подходить. Поэтому это звери с человеческими лицами. И вдруг их ставят выше, да ты по самой основе веры ударил им. А Господь, говорит, в Израиле не нашел такой веры. Почему? У него была вера не от видения, а внутренне он осознал всемогущество Божие. Он только скажет слово и болезнь. Горячка сразу утихла, никакого аспирина не надо, ничего. А книги есть канонические и неканонические. 66 канонические и 11 неканонические. Ну, любое слово встречается во много раз чаще в канонических книгах. Но вот это слово, я не знаю, с чем это так вызвано, но слово всемогущий в канонической Библии встречается 17 раз, а в неканонической 19 раз. Видимо, там шли воины, и они надеялись на Бога, потому что три книги Маковейские непрерывно взывали к Богу, с малыми отрядами громили более сильных легионеров. В книге чисел 20 глава 29 стих Евангелие там насчитаем. Господь говорит, блаженны, которые не видев и поверили. Не видел, а ты его слышал, и ты верь в это. Вот мы-то все в это блаженство входим. И Господь похвалил сотника, такой веры не встречал в Израиле. Я думаю, этой похвалы почти все наши в нашей общине удостоились бы от Господа. Ведь мы тоже ничего не видели. И мы ко Христу нигде ногами не ходили. У нас по монастырям не принято ездить. Просто этого нет. Нам нет необходимости к мощам Сергия Радонежской прикататься. Мы просто верим. Звонят, помолись за меня. Помолились. Приходят, ой, да мне легче стало уж. А то, что сам себе человек внушил это, или то, что один Бог в вечности решит. Но главное то, что мы никуда не идем. Мы верим в Господи, скажи, и болезнь уйдет. У ней перестанет сердце болеть. Будет так, как тебе угодно. Мы эту похвалу предвосхитили тем, что никуда не идем, не мыкаемся. Не ищем прикосновения к чему-то. Приехал архиерей. Ну подойдем под благословение. Мы не падаем в обморок, как во всех этих храмах. Зайди вон в Знаменске. Там нащипали, а каких только нет тел, и написано там завернуто что-то, и маленькие такие возвышения написано. Это от Сергия Радонежской, это от Варвары отщипнули. Это ей, Варваре, так это надо, чтобы ее щипали тело. А мы блаженны, ничего не видим и верим. Просто Варвара Великомученица, моли Бога о нас. И этого для нас вполне достаточно. В книге Бытие, 17 глава, 51 стих, апостол Павел говорит, «Я Бог всемогущий, ходи передо мной непорочно». Вот тогда я за тебя заступаюсь. А ходить непорочно – это быть ущербным в глазах людей. Быть не очень сильным, не можешь за себя заступиться. Я спрашиваю священника, как у тебя сынок-то учится? Я его в школу по восточной борьбе записал, чтобы умел дать сдачи. Батюшка, а может быть допустить все-таки? Пусть будет так, как есть. Где-то. Нет, это нельзя. У меня есть опыт из близких знакомых. В семье 10 человек, 8 сыновей из них. И один попадает в десантные войска. Всем приемом учится. Его уже давно нет. Его зарезали во время драки. А остальные нигде не были, ничего не знают. Ну, обыкновенные люди. Один совсем не худышный. Стал священником, и никто его нигде не трогает. Никого, даже курицу ему не надо зарубить. А тот любой голову мог оторвать. Все, нашелся человек еще сильнее, ударил ножом сзади, и он уже давно в могиле. Итак, во втором послании к Коринфянам, 8 глава, 7 стих, апостол Павел похваляет их, что вы изобилуете всем и верою, и словом, и познанием, и всякой добродетелью. Господь похвалил этого сотника и хвалит всех сегодняшних слушателей Слово Божие, чтобы мы изобиловали. В избытке была вера, добродетель. Добродетель – это на всякое доброе дело. И словом умели сказать. Это слово хранили в сердце. И познанием понимали таинственный смысл. Ходим на занятия, считаем толкования. Богу это угодно. Послание Кримин, 14 глава, 4 стих. Перед своим Господом стоит раб или падает, и Господь силен восставить его. Если мы верим в это, какие бы ни были наши родственники, которые не примирились с Богом, будем молиться. Не сейчас, а может быть после смерти. После смерти молитва иногда бывает даже действеннее. В этой жизни мы многому мешаем. Показывает, да вот он, как бы жил по-другому, мы бы пришли к Богу. Теперь его нет, он не живет. А слова его будут вспоминаться. У пророка Даниила, 3 глава, 17 стих. Когда отроков бросили в печь, они говорят, Бог, которому мы служим, силен спасти нас от печи. Надо верить во всемогущество Божие. Да в печи вообще ничто не спасается, и никогда этого не было. Не знаем. Ну а вы знаете, перед вами кто-то в печи спасался. Нет, не было. Ну а почему вас Бог спасет? Да не знаем, мы знаем, что он силен, а мы и не знаем, что спасет или нет. Он спас. Бог силен, спасти меня со львами. Им есть не давали. И Бог, говорит, заградил, зашил рты львам. И они постились и ласкались к ногам Даниила. Львы постились, когда рядом перед ними их пища была. Пророк Сафония, 3 глава, 17 стих. Господь, Бог, силен, спасти тебя. Все время повторяйте, он силен. Только скажет слово, болезнь уйдет, и смерть отступит. В послании Кримен в 11.23. Бог силен, опять привить их. Это говорится о евреях. Судя по тому, какой этот народ, кажется, ничего с них не будет. Я вел одно время, занятия, не одно, а целую серию занятий в Ахадемгородке Новосибирском. Мне вопрос задают, откуда эта зверская нация, кровопись навязалась на русский народ, жиды и проклятые. Я стал объяснять, как мы должны быть благодарны этому народу. Им верено слово Божие, мы получили Библию. И их силен Бог привить, у Бога есть силы, их ничто не сильно, их только Гитлер мог смирить. Но и он сам туда попал. Но когда мы верим в Бога, мы молимся Богу, то свою молитву можно включить постоянно молиться об этом народе. Господи, как далеко они ушли Тебя. Для них нет другого Бога, кроме золотого тельца. И они не знают, что делать с ним. Куда попало? Считаешь, деньги там садят, клубы какие-то, яхты покупают. Никакой яхты, я из дома не уходил. А вот и опасности подвергал свою жизнь на море. Ну и что из этого? На этот народ был избран Богом, они потеряли все. Они примут антихриста, они воцаряют над миром его. Но Бог силен это сделать. Кажется, самое невероятное, что может быть, это то, что еврейский народ поверит во Христа и принесет покаяние за все, что они делали, за масонские организации, за революции, за расстрел царя. Они все это осознают. Кажется, немыслимо даже. Все это будет скрыто и показано. Бог силен, говорит апостол Павел. Во втором постании Коринфянам, 9 глава, 8 стих. Бог силен обогатить вас всякую благодатью и во всяком довольстве. Если у нас чего нет, мы просим. И Господь сделает. Я на себе испытываю постоянно чего-то. Вот эта книга новая вышла. Начинают когда, кажется, вообще ничего нет. У меня такая вот уверенность, что откуда-то будет. Ну откуда я молюсь Богу, Божьей Матери и Николе Чудотворцу. С первого дня книгу стихов, первую издать. Ни рубля нет нигде. Ходил-ходил, кого не спрашивал, только и про ректора, и ректора. А пошел нигде, ни рубля нет. Надежда Павловна, я вам рассказывал, это чудо. Сам человек пришел на дом, принес в чемоданчике деньги, а сразу же пошел, заплатил, и по сегодняшний день. А дальше, как Бог небо открыл, но это немыслимо, это невозможно. И у меня такая уверенность, что Господь позволит и дальше продолжать нам эту работу. Бог силен. Послание к ревлеям, 11 глава, 19 стих. Павел повествует об Аврааме, какую он имел веру, когда занес нож над сыном, зарезать его, сжечь. А почему? Ибо он думал, что Бог силен, и из мертвых поднять. Я его зарежу, я его сейчас сожгу, а потом пепел зашевелится, опять тело получится, сын встанет, обнимет меня и скажет, пап, все, кончилось, ничего нет, у тебя больше этого не будет. А Богу доказал вера. Он поднимал нож, но верил, что у Бога есть еще и скальпель, который по-своему, этот великий хирург, он залатает все раны, есть живая и мертвая вода. Где наша особая вера, которую мы здесь приобрели? Через Слово Божие. Пусть она проявляется в том, что сейчас с нами происходит. Поехал сегодня отец Аким на это перфиальное собрание. Я спрашиваю, что там будет? Понятия не имею. Я говорю, ну кто будет выступать, запиши. Некого записывать, никого нет. У него никакой веры в это нет, что они что-то будут делать. Зачем же ты едешь? Надо ехать. Ну тогда запоминай, да записывай, конспектируй, хоть как монетофон, чтобы потом посмотреть. Да ничего нет. Он идет совершенно новой идеей, что мы против, везде написали, категорически против. Мы пойдем в плен с нашим епископом. Но как только они о нас решение примут, мы на завтра же пойдем к епископу и всех будем приглашать к себе. Мы здесь откроем школу курса для священников. Я все шире и шире начинаю на это дело смотреть. Бог силен сделать, Он что-то для нас сделает. А что-то будет не так. Мы же не связаны, руки-ноги у нас свободны. Мы в любой момент можем, говорится, в баптисты, в адвентисты уйти, но мы никуда не пойдем. Любая община может свободно сейчас пойти, перерегистрироваться, и нам никто не запретит. Мы свободные люди. Мы можем завтра мусульманами всех принять обрезание, и Магомету поклоняться. Но мы никогда и никуда не пойдем от нашего Христа. Нам нужно сохранить веру. И с этой верой Господь нас проведет. Господь говорит, я не видел такой веры нигде. А я подумал. Вот мы начали строить посолопотеряевку. Только Господь знает, как мы тайно молились. Это невозможно. Какие были препятствия, не давали статуса. Батюшка ложится спать, а тогда был только у племянника у меня Ося. Как и качество кем ложится спать. Мы с Ося встаем и пошли. Стены клуба были. Напротив выходили, я его крестил. Ося, здесь демоны сидят. Они сильно мешают нам. И мы все время молились. Встанем на колени, помолимся. Каждую ночь ходили и молились на знания бесов. Господь так их изгнал, что там храм теперь встал. Мы имели великую веру. А ты у тебя откуда веришь? Я не знаю. Меня внутренний дух говорил. Это главное скопище здесь. Вот это место надо разрушить. И вдруг подписали эти стены, отдали отцу Акиму. Дальше лесу вагон пригнали, купили. Нашлась помощь. Я помню, приехал из Америки человек, уж говорит, первый раз говорю об этом. Меня отвел в сторону и говорит, вот права знают там и вам деньги дают. Какие деньги? Доллары, доллары. А что с ними делать? Я никогда им в глаза не видал. Я взял и дальше не знаю. Хоть бы кто сказал, как их пойти, в магазин не принимает. Что есть обменные пункты, банки, понятия не имел никакого в 91-м году. Совершенно не знал. Я взял их и дальше. Иглач сказал, ведь не было веры, это невозможно. Только скорее себя спрятать. Хочу сказать, вот сегодня я сидел и думал, Господь похвалил сотника. А вот сейчас с нашим лагерем-то мы тоже могли бы похвалу получить от Господа. Когда 15 комиссий, да на каком уровне? Краевая прокуратура из края приезжают люди, специальное задание разрушить, уничтожить. Против меня дважды уголовное дело возбуждали. Да скорее бы закрыть, пораньше распустить ребятишек, а кому никаких. Сам на педемстанкции, помню, приезжают уже после 19 августа. И мы никого не запустили, а у нас были занятия. Они остались вдали и стоят. Я вышел. Все в порядке. А им отчет надо дать. Ну у вас же разъехались. Нет, не разъехались. Ну наверное уже уезжают. Мы можем сказать так, что уже все. На вокзал идут никуда. Они не идут, они постояли. Им отчет надо давать. Ничего не могли сделать. Великой верой мы все разрушили. Господь разрушил. Мы молились, и ничего нет. И все. А следующий год тише, и вообще никого не было. По великой вере нашей. И Господь скажет, я бурю утешаю. Я допускаю. Он проверил нас. А какой у нас ущерб? Да никакого нет. Они дали материал. Теперь мы этот материал опубликовали. Многие на этом могут получаться. Никакой у нас не было здесь сильной руки, кто бы нам помогал здесь. Хотя были знакомые, прокурор края. Да, конечно, сгладили там, на тормозах спустили. Но Бог, мы за него молились. И за всех, кто давал нам советы, юристы, за всех молились. Я особую благодарность имею к нашему брату юристу. Он всегда помогал. Это чудо Божье. Знать никогда друг друга не знали. Полностью войти в наш мир, и все таланты свои применить на это. Господь это делает. Как создать было общину? Я услышал только, уже в отделе юстиции, местный настоятель сказал, никогда их не зарегистрировать. Были попытки? Я говорю, да. Были, но очень робкие, потому что времена не те. Нас никто не брал, и откуда? Мы не знали. И оказалось, архимандрит Суздаль, русанцев, теперь он митрополит у них. И я ему написал, он сразу в местный отдел юстиции написал, немедленно зарегистрируйте их, чтобы мы не обратились там в ООН или куда-то. Прошло маленькое время, то ли это повлияло, или такие уж обстоятельства. Нас зарегистрировали. Как вас зарегистрировали? Да мы даже раньше Покровского собора зарегистрировали. Кажется, чуть ли не самое первое. Так Бог делает. Почему? Вера. Итак, не нужно сомневаться в том, что нам Господь дает. Я иногда думаю о самом себе. Мне кажется, я когда-то нечаянно перешел эту грань обожествления людей. Я даже этого не заметил. Для меня нет авторитета. Я подумал, авторитет для меня злотолус? Нет, не авторитет. Вот. Если он не согласен с Словом Божьим, я воспротивлюсь ему. Хорошо мы молимся кому-то. А вот если бы он с нами жил сегодня, как бы мы? Это мы привыкли так говорить, великий, великий Василий, но он с нами будет. Ведь характер этого человека это не на бумаге, это каждый день. Он в другое время встает, в другое время ложится. Какого тебе будет с ним? А когда знать, что рядом с тобой человек, это человек Христос, и помнить это, полностью ему довериться. Пророк Иеремия, 7 глава, 2 стих, говорит так. «Встаньте в развалинах дома и провозгласите о спасении, которое я даю». И 11.3 «Скажи им, проклят, кто не послушает слов завета». Больше всего надо бояться отступить. В этом наша сила, чтобы от Господа не удалиться. И пророк Иеремия 6.3 говорит «Скажи, слушайте горы, Израиля и холмы, обращение к горам и к холмам». Будьте свидетелями горы и холмы. Я сделал все для вас возможное, и мы должны в это верить, что мы окружены свидетелями. И переклади нам дверями, и двери, все являются свидетелем, сколько было проповедей, сколько мы слышали. 4 книга Сарс, 3 глава, 3 стих. Написано, «Бог посылает одного человека пророка и говорит, возле на него и лей, скажи ему, ты будешь царем, а сам скорее убеги». Вот какое повеление. Обычно посыльный удостаивается чести, что сказал, принес радостную весть, его награждает. А этот приходит, вызвал, кто начальник, я начальник, выйди поговорим. Вышел он и говорит, Бог помазует тебя в царя. Как царя? Это царь же у нас есть, я ему присягу. Он уже не царь, ты царь. Ты понял? На него скорее масло вылил, и убежал. Вера! И веру внезапно Бог дал всем начальникам. У него военный совет там был. Он зашел и все спрашивают, ну этот приходил-то, неистовый-то. Что он там говорил-то? Ну, всегда как-то к верующим относится, к людям не совсем в уме. Он говорит, «Да вы что, не знаете им? Что попало?» «Нет, а ты уж не скрой, скажи, что он сказал?» «Да он сказал, говорит, царем будешь. Что это на что-то, юродивый?» Царем? Они сразу все встали, «Да здравствует царь новый!» Сразу провозглотили одежды. «Так вы что, серьезно поверили?» «Да!» Тут же на колесницу пошел, а царь отдыхает, собрается в одно место. Он мгновенно их обоих обезглавил. У одного царя 70 детей. Он сразу посылает, «Вы воспитанники, да? Выберите самого сильного, выходите на сражение ко мне. Тогда сразимся». Они говорят, «Да если два царя не устояли, а эти малолетки как? Мы рабы твои, вы рабы?» Завтра же 70 голов лежали здесь. И они столько сейчас ухаживали, лели, ногти подстригали, сразу же их всех обезглавили. Он говорит, «Положите в две груды». 70 голов принесли царских сыновей. И он говорит, «Пусть день лежат». Потом вышел, «Народ, видите что? Вы невиновны, это все сделал я, меня Бог помазал, я сделал». Вот что такое вера. Господь похваляет за веру, которая и есть в человеке. На страшные дела, на добрые, на милосердные, ты только в это поверь. Когда нас Бог избрал, Он сказал, «Вам я обещаю царство, мы дети царя небесного». Господь говорит, «Я обещаю вам победу, и никто вас не превозможет. Под крыльями Моей надежь покой, верю в это. И старость твою сделаю безопасной. И в ночной темноте враг не приблизится к тебе, верю». И шагаю вперед. «Ты пройдешь по водам и не утонешь, верю и иду вперед». Итак, сотник получил похвалу от Господа. Будем подражать Ему. Имя Его не сохранилось в истории. Но мы скажем, тот дух веры, великой, да будет на нас. Мы тоже ведь вошли, как иностранцы, в еврейскую веру. Господи, дай нам эту великую веру, чтобы не видя, но веря в тебе, доверялись тебе и достигли вечного царствия. Аминь. 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 Продолжение следует...